Не терять бдительность призывают медики и родители. Да, у детей ковид-19 протекает чаще всего легко или вовсе бессимптомно, но последствия могут быть серьезными. Первое, на что стоит обратить внимание, вялость, сонливость, быстрая утомляемость и отсутствие аппетита. К сожалению, порой такое состояние детей родители списывают на весенние настроения и авитаминоз. Как избежать тяжелых последствий, расскажет Анастасия Бенедесюк. Четырехлетняя Милана машет рукой даже просто прохожим. Теперь ее общение с миром через окно или по видеосвязи. С пятницы малышка вместе с мамой под наблюдением врачей. Это детская инфекционная больница. Их путь сюда был длинным и, как часто говорят в таких случаях, неожиданным. Ничего не предвещало беды. Немножко температура у нас была, потом животик начал болеть. И мы как-то вызвали скорую утром, потому что уже сильно тяжело стало. Как окажется позже, у девочки постковидный синдром. Хотя то, что болела, в момент не знали. На днях маме пришел результат теста. У нее положительный, у дочки антитела. Сказали, что скорее всего был бессимптомно. А постковидный синдром, вот он может через три месяца, через полгода у деток проявляется так. Еще неизвестно, чем это все обернется. Два дренажа стояло, откачивали жидкость из легких, потому что в животике уже накопилась жидкость. У нас был, получается, как гнойный плеврит. Вот такая реакция пошла. Сейчас в этой больнице с коронавирусом около 40 детей. У троих из них пневмония. В среднем в день поступает до 6 новых маленьких пациентов. На пике второй волны было вдвое больше. Тяжелее клинические болезни протекают у детей от 10 лет. У младших и грудничков в основном бессимптомно. И это то, что расслабляет родителей, дескать, переносит легче, да и вообще дети просто переносчики. Следует обращать внимание для родителей на повышение температуры выше 38,5-39. Вот эта лихорадка должна их настораживать. И в этом случае они обязательно должны обратиться к врачу, к диатру участковому. По статистике, и такая ситуация примерно по миру, лишь 1-1,5% детей переносят коронавирус в тяжелой форме. Тем не менее, сейчас, когда прошло чуть больше времени, очевидно, не все так радужно. Сколько продлится постковидный синдром, его еще называют долгосрочным. И на каких органах отразиться, сложно предугадать. Ученые из Италии, России и Великобритании пришли к выводу, что более половины юных пациентов с коронавирусом жалуются на бессонницу и провалы памяти после. Спустя от 2 до 8 в среднем недель, в такой период, бывают такие пациенты, у которых стойко повышается температура и возникают, скорее, даже нереспираторные симптомы, которые больше привлекут внимание родителей. У таких пациентов возникает тошнота, рвота, диарея, то есть проявление поражения желудочно-кишечного тракта. Очень часто отмечаются конъюнтивиты, поражения слизистой полости рта. И что очень опасно и всегда имеет место быть это поражение со стороны сердца. В 6-й детской поликлинике сейчас тоже отмечают плавный вход в третью волну. В день 2-3 положительных теста. В основном это домашние очаги. Поэтому бдительность прежде всего. А что ты знаешь про коронавирус? Ну, я знаю, что он самый опасный вирус на планете. Придумали, я знаю, в России еще вакцину. Сейчас собираются всех вылечить. К сожалению, вакцину от COVID-19 для тех, кому до 18 пока не применяют. Поэтому от того, как защитим себя мы, взрослые, зависит здоровье и детей. Анастасия Бенедесюк, Дмитрий Чумак, Агентство теленовостей.